В свое время российский советский ученый и естествоиспытатель Владимир Вернадский смог найти формулу успеха. Ее основными компонентами были любовь к науке и желание быть полезным обществу. Раскрыть секрет своих достижений теперь пытаются юные исследователи. Главная задача регионального конкурса – творческое развитие молодых умов. Все великие умы человечества, которые оставили нам большое наследие, всегда думали об одном и том же. О том, как развить самого человека, что самый глубокий потенциал – это потенциал личности, чем вы, собственно, и занимаетесь. Свои работы в области научных исследований представили более 150 школьников и воспитанников центров дополнительного образования Краснодарского края. Проект разделили на два направления. Гуманитарное, где были представлены стенды с докладами о литературе, искусстве, археологии, истории, краеведении, лингвистике и экономике. И, естественно, научное, где раскрывались теории в науках о Земле, астрономии, физике, математике, химии и ботанике. Исследовательская деятельность – это, пожалуй, основная работа, которая развивает. Сейчас ребята могут представить свою работу, естественно, тренировать свои навыки в презентации, в выдвижении гипотезы, в постановке целей задач, в доказательстве своей гипотезы. Это очень важно для ребенка. Это позволяет ему социализироваться в дальнейшем. Свои первые шаги в науку Анастасия Сорокина решила сделать в этом году. Семиклассница представила на конкурс доклад о загрязнении среды обитания на примере влияния Олимпиады на экологию родного города. Так как Сочи – город-курорт и расположен в зоне влажных тропиков, сюда едут отдыхать и лечиться. Ну, интересно, куда же едут люди – в чистый город или в грязный? Какой результат твоей работы? Средний. То есть Олимпиада помогла все-таки улучшить? Да. По сравнению с тем, что было за год до Олимпиады, оно улучшилось. Итоги конкурса будут подведены 27 февраля. Руководители и юных исследователей наградят дипломами и ценными призами. А победители регионального тура войдут в состав команды Краснодарского края и примут участие во всероссийском финале в Москве. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.